друзья всем привет самом начале видео перед обзором хочу попросить вас друзья подпишитесь на мой telegram канал потому что youtube начинает зажимать блокировать и скоро мы здесь наверное ничего уже не сможем посмотреть и vk видео вот эти две площадки на которых я буду размещать свои ролики остальных платформах я не буду этого делать скорее всего может быть в рутюбе точно не знаем но в рутюбе уже у меня есть канал можете подписаться тоже но там пока мало видео собственно друзья подписывайтесь а мы с вами начинаем обзор всем привет друзья для любителей бренда макси козе у меня есть хорошая новость в ассортименте steam магазина first baggy первая коляска появилась моделька макси козе soho это компактная коляска прогулочная цвет который вы сейчас видите он нас называется select grey предыдущий если не ошибаюсь был обзор у меня тоже на компактную колясочку от макси козе с реверсивным блоком тоже своего рода уникальная колясочка предыдущий обзор можете посмотреть на канале вот но эта моделька очень похожа на ту с реверсивным блоком но здесь у нас только по ходу движения ребенок двигается она уже у нас с трех месяцев до 22 килограммов ребенка гарантию производитель дает один год вес сиденьем 8 и 6 килограммов прогулочный блок у нас здесь имею ввиду угол спинки регулируется от 120 до 175 очень неплохой показатель колесная база ширина у нас в самом широком месте 47 сантиметров в общем такие хорошие у нее технические данные и нидерланды если кто не знал что такое макси козе это страна нидерланды имеют кто не знал бренд что у нас комплекте идут в комплекте адаптеры для установки люльки ория это большая люлька не автомобильная если что вот собственно давайте изучим посмотрим на что она из себя представляет опять же повторюсь очень похоже на предыдущую так смотрите что у нас касается ручки ручка здесь видите откуда аж пошитой эко кожи и половина коляски зашили обычно это делает вот именно где мы держимся здесь они видимо в угоду дизайну пошли и не знаю аж вот куда ушел ушла прострочка эко кожи пустили в самый низ но нет здесь регулировки по высоте не по наклону никак нельзя ее отрегулировать только вот для складывания здесь есть кнопочка собственно и все что касается высоты вот мой рост 186 сантиметров мне 99 процентов колясок подходит по высоте какая там высота не было от пола кстати точная информация ручки от пола до ручки в описании по ссылке пройдите посмотрите там есть с полностью точные технических данные что касается козырька друзья вот это его максимальный размер вот эта секция у нас закрывается естественно вы откроете сюда будет так использоваться в козырьке у нас сверху есть смотровое косы окошечко с сеточкой здесь дополнительный отсек в козырьке собственно сделан как по мне для компактной колясочки козырек в принципе стандартный и даже может сказать полноценный большой так давайте сейчас опущу ее спинку смотрите что здесь со спинкой здесь нестандартное решение такое я видел у коляски джулс air он здесь у нас есть два замочка и вот таким образом мы регулируем наклон спинки вот сейчас мы видим среднее положение чтобы открыть максимально нам нужно открыть два зажим чека и тогда мы получим максимальный 175 градусов под ножичку и хорошая у нас большое спальное место здесь у нас есть сбоку окошечки для вентиляции все здорово место действительно много вот мы закрываем максимальный смотрим что мы имеем принципе хорошо все так смотрите обычно везде у нас здесь ли ручка или ремешки но вот в угоду дизайну производители начинают делать ведь и вот такие замочки я не знаю вот нравится вам это или нет я лично больше люблю когда классическая система там или ремешков в регулировке спинки используется или уже ступенчатые механизмы но кому как но если будет а классическая система не будет вот такой красивой задней спинки нужно она вам или нет решайте сами здесь у нас есть большой реально большой кармашек вот собственно разобрались сейчас мы видим 120 градусов спинки спинка посмотрите какая высокая вот матрасик спинка у нас здесь для очень врослых детей подойдет очень хорошо ремешки у нас классические именно от максикозе здесь у них вот такая интересная система реализована регулировки этих ремней это их такая фишечка мягкие накладочки на паховой зоне есть все нормально также у нас как калиточка створочка открытки дается вниз бампер чтобы удобно можно было посадить ребеночка и убрать его чтобы он не мешал бампер вот с этим все хорошо подножка регулируемая причем такой плотники хороший механизм ступенька для ребенка ну классика друзья вот в колясках плюс-минус очень все очень похоже но по-разному иногда реализовано в целом хорошая большая колясочка имею ду пространство для ребенка очень большое и очень очень высокая спинка прям вот редко когда вот настолько высокий спинки бывают и ростный ребенок голова самое главное помещается и козырек ему не чешет по голове такое иногда бывает здесь с этим вообще никаких проблем нет так друзья давайте заглянем что у нас здесь снизу использовано удобный как по мне багажник у него доступ есть и спереди и сзади поэтому такое все необходимое спокойно все туда поместится есть амортизация друзья причем очень приятная амортизация мягенько приятно едет коляска с этим вообще вопросов нет единственно рекомендую раз хотя бы в два-три месяца снимайте колеса продувайте смазывайте силиконовой смазкой в дэшкой промывайте и тогда с коляской все будет хорошо так колеса видите какого большого диаметра реально можно в принципе ну на весь сезон на круглый год не знаю сколько вам будет нормально но даже по легкому снегу спокойно покатится тормоз оба раза нажимаем сверху тормозим обувь не портим все классно теперь давайте взглянем как ее можно сложить насколько она компактно складывается как сложить все очень просто здесь кнопочка нажимаем ее и потом большую поставлю и вот так вперед все встало подножку принципе можно подогнуть вот так вот есть у нас ступе видите специальные упоры на которых стоят колесики чтобы можно было вот так вот перекатить эти уникальная система зачем они это сделали не знаю но вот так вот это все катится кому-то может быть это понадобится передвинуть еще что-то вот собственно для путешествий почему нет единственно будьте аккуратнее вот эти механизмы они достаточно хрупкие и легко поломать поэтому следите за этим чтобы их не поломали разложили вперед из песни собственно все друзья добавить не уже нечего я очень с уважением отношусь бренду макси козе достаточно хороший бренд в мире автокресел представлен этот бренд очень много крутых хороших автокресел особенно в категории 0 они вообще там одни из самых интересных практически вот но и в колясочках у них на самом деле не такой большой ассортимент в колясках но что есть очень очень добротная хороший сервис хорошая скажет так статистика у них по гарантийным обращением их очень мало поэтому вполне себе могу рекомендовать вам колясочку с повышенной проходимостью компактная не знаю я бы назвал ультра компакт с повышенной проходимостью вес у нее правда 86 не самая легкая но и далеко не самое тяжелое и плюс от такого бренда как макси козе почему бы не рассмотреть такой вариант собственно все друзья вопросы есть пишите в комментариях на все там отвечу и кстати подпишитесь пожалуйста на мой telegram вк-видео все ссылочки будут внизу в описании то что youtube начинают блокировать скоро его по вообще уже заблокирует и сможем с вами видеться только на тех площадках что я назвал вк-видео преимущество мне будет возможно у рутюб и в телеграме собственно жду я там вам удачи дорогах всем пока